Привет всем! В первой части видео «Рыба для маленького прудика» речь шла о маленьких желтеньких мальках, появившихся после нереста. И как правильно в комментариях написал пользователь с ником Акваруки 200 – это мальки золотого леня. Как показали мои многолетние испытания, линь зимует намного лучше карпа. И если плотность посадки небольшая, то линь зимует даже без аэрации. Так, например, 4 линька размером 12 см зимовали у меня в естественном прудике 3х3 метра и глубиной 1 метр. Ну а так как в этот раз в основном пруду появилось огромное количество мальков, то на всякий случай на зиму я поставил аэрацию. И всю зиму в пруду была незамерзающая лунка диаметром полтора метра. Посмотрим, как после зимы перезимовали лени. Вот, кто-то попался, чувствуется, брыкаются. Вот они, хрени. Вот, три. Вот, и хреничка попались. Сейчас рассмотрим их поближе. Немер 4. Так, померяем, какого они у нас размера. 16 сантиметров. О'кей. Сейчас немножко солью вали. Что они не так бегали. Так, чтобы их было попроще замерить. Так, желтые 17 сантиметров. Это желтые, самые крупные, 16-17 сантиметров. Такие леньки. Красивенькие. А вот так подросли прошлогодние малёчки карпиков. Сейчас посмотрим, сколько они за год набрали. Это у нас июнь следующего года. Итак, 7, где-то с половиной сантиметров. Новая партия выловленных. Маляков леня. Есть вообще с чёрной спиной. Прям отбраковывать надо. Эти парочка. И вот эта вот тоже с чёрной спиной. А руки тут с ними вылавливать и отбирать надо всех. Сортировать. Ну, а пока по размеру отсортируем. С 7-сантиметровых на продажу. Ага. О, это как будто бордовая пятна-то. Нет, все равно коричневая, но похоже на бордовая, как у карпов. Кажется, как будто череп блестит, где-то там убежал. Кажется, как будто череп блестит. Вот в этих, кажется, как будто черепушка светится. Как будто блестящие какие-то просвечивают кости. Снова в этом году установил кормушку, так как золотые линии дали потомство. И вот снова кормушка кормит. Вот золотые линии дали потомство, и моряков очень много, и я так подозреваю, что им может не хватать. Есть у меня подозрение, что им может не хватать корма. Поэтому, чтобы они лучше росли, дополнительно установил кормушку. Но, как показала практика, лени не едят карповый комбикорм. В основном лени поедают бентес. Личинки всяких жуков, мотыль, дафнии. К растительному корму они равнодушны. Поэтому тина в прудике с линями разрастается и хорошо себя чувствует. А вот караси охотно ее поедают. Поэтому в середине лета кормушку в прудике с линями я демонтировал. Привез 11 линей. Буду запускать свой второй большой пруд. Показалась очень интересная вещь. Сейчас посмотрим. Вот видно, что не все линей едятые расцветки есть. Три линей более светлые, серо-зеленые. А остальные 8 линей черные. Поэтому более светлых я отсажу в другой прудик. Благо у меня их много. А темных посажу в свой большой пруд второй. Посмотрим, поэкспериментируем. Можно попробовать скрестить золотого линя вот с этими светлыми линями. Посмотреть, что получится в результате. Вот я отсортировал черненьких и светленьких линьков. Черных посажу в основной пруд. Во второй. А светленьких пока отсажу в пленочный. из синей пленки. Их там должно быть хорошо видно. И понаблюдаем за ними. Возможно даже скрещу с золотистыми линями. Поэкспериментируем. Все. После выравнивания температуры воды. Высаживаю черных линьков. Свой второй пруд большой натуральный. Туда же, куда посадил красных комет. Так как у линей совсем другой набор хромосом. Их там в два раза меньше, чем у карасей. Они между собой скрещиваться не будут. А кто хочет приобрести двухлеток золотого линя, звоните. А если есть вопросы, пишите в комментариях. И не забываем подписываться на канал. Впереди еще много интересного. Много экспериментов по скрещиванию линей, комет и карасей. Единственное по рыбе, желательный самовывоз. Так как транспортные компании не принимают живую рыбу в перевозке. Мы Qué Т leон hard生. though the guys PACIPers. циклово линей в 3. ну а 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 Субтитры создавал DimaTorzok